Привет, мои сладкие подписчики. Прежде чем я передам слово Сергею, обязательно пиши в комментариях, понравился ли тебе мой голос. Не забудь подписаться на канал, поставить палец вверх. И нажать колокольц. Дорогие друзья, в общем, смотрите, сейчас будет у нас разговор о гипоталамической гиперсексуальности. Это стоит отделять от гиперсексуальности, вызванной гормональным спектром, чисто гормональным спектром изменений. Здесь, конечно, гормоны тоже присутствуют. Но основой причины лежат именно гипоталамические изменения. Также, дорогие друзья, о гормонах мы поговорим отдельно в конце этого видеоролика. И еще также я замечу, что следует отличать это состояние от чистой нимфомании. Это немножечко другое. Подробнее слушайте в книге. Синдром гипоталамической гиперсексуальности. Гиперсексуальность при гипоталамическом синдроме у большинства пациенток протекает внезапными приступами в виде кризов. Кризы выражаются в резком повышении полового влечения и половом возбуждении, которое нарастает до оргазма. Половое влечение, становящееся иногда императивным, может быть гетеро, гомо или бисексуальным. В некоторых случаях отмечается расторможенность с направленностью сексуального влечения на различные объекты с перверстными тенденциями. В других случаях вообще никакой направленности полового влечения нет, и оно воспринимается как беспокойство, тревога, ненахождение себя на месте. Такие явления бывают в детском возрасте или у взрослых при систематическом подавлении сексуальности чрезмерно строгим воспитанием или самоограничением в связи с сознанием болезни. Возбуждение свойственно всем формам гиперсексуальности, независимо от направленности полового влечения. Оно характеризуется сильными специфическими ощущениями в области половых органов чувства переполнения кровью, увеличения объема, повышением их чувствительности. Иногда к этому присоединяются чувства жара, щекотания, дребезжания, переполнения мочевого пузыря, учащенные позывы к мочеиспусканию, часто сопровождающиеся болевыми ощущениями внизу живота и поясни. Женщины с гиперсексуальностью мультиоргастичны, то есть способны испытать не один, а несколько ярких оргазмов. В более тяжелых случаях оргазм возникает с самого начала стимуляции или даже без стимуляции при нарастании возбуждения. Длится до одничьи и более, принимая волнообразный характер. Оргазм у них обычно возникает легче, чем у здоровых женщин. При любой форме стимуляции половой акт, пентинг, мастурбация, при эротических сновидениях и даже под воздействием неадекватных раздражителей. Удовлетворение в виде разрядки и спада возбуждения или наступает ненадолго, от нескольких часов до нескольких минут, или вовсе не наступает. В этих случаях возбуждение с каждым оргазмом нарастает. Такое состояние нередко приводит к тому, что женщина, несмотря на сильное половое влечение, начинает избегать как половой близости, так и вообще любых ситуаций и факторов, провоцирующих сексуальность. Половое возбуждение возникает в виде кризов, которые либо внезапно в присутствии мужчин, эротических сцен в кино или при действии неадекватных раздражителей, например, мелькание изображения на экране телевизора, вибрации в транспорте или трение половых органов в тренировках. При этом полное возбуждение может, но не всегда сопровождается ухудшением общего состояния, головокружением или побледнением кожи головной болью. В отличие от больных чистыми гипоталамическими кризами без полового возбуждения, больные одновременно могут предъявлять жалобы на императивные позывы к мочеиспусканию и дефекации, сочетающиеся с затрудненным мочеиспусканием. Некоторым женщинам свойственно повышение температуры, причем не только во время приступов, но и в межприступный период. В отдельных случаях у больных с синдромом гипоталамической гиперсексуальности отмечаются отеки лица и сыпи различной локализации, сопровождаемые зудом. Иногда сексуальный криз сопровождается мышечной слабостью остении адинамии. У некоторых больных нарушается аппетит, что приводит к повышению или резкому снижению массы тела. При этом в синдроме могут быть различные нервно-психические расстройства. Наиболее часто наблюдается остения. Нарушения сна проявляются сонливостью днем и ночной бессонницей. Эротические сновидения с оргазмом нередко не только будут больною, но и вызывают боли внизу живота, поясницы, половых органах и нарастание возбуждения. Во время криза нередко появляются приступы, сопровождаются опасениями, тревогой, страхом. У больных наблюдаются ипохондрические расстройства, особенно при затяжном течении заболевания. Характерны и аффективные нарушения с длительным снижением фона настроения, иногда до выраженных депрессий. Кризы гиперсексуальности у больных могут представлять эквивалент гипоталамической эпилепсии, чередоваться с кратковременными потерями сознания и тоническими судорогами. У части этих больных не бывает припадков. На дневной и ночной ЭЭГ регистрируются судорожные разряды в виде вспышек острых одиночных волн. Повышение сексуальности может приводить как к асоциальному поведению с множеством случайных половых связей и алкогольной и наркотической зависимостью, так и к затруднению половых и социальных контактов. Асоциальное поведение чаще развивается тогда, когда заболевание начинается в детском, подростковом или юношеском возрасте, когда больная еще не сформировалась как личность, и образовавшийся психический инфантилизм не позволяет противостоять болезненному повышению влечения. Повышение влечения, как правило, не диагностируется, а отклонения в поведении при отсутствии формально распознанных психических заболеваний рассматриваются как распущенность. Изоляция таких больных в однополом коллективе не излечивает гиперсексуальность, а приводит к переориентации влечения на гомосексуальное. При позднем развитии синдрома гипоталамической гиперсексуальности, после того, как сложились и осознались моральные и социальные нормы, внезапное повышение сексуальности воспринимается как психическая травма. Особенно страдают лица психостенического, тревожно-мнительного склада. Они воспринимают заболевание как катастрофу, боятся, что это приведет их к моральному падению. У них нередки навязчивые мысли о том, что окружающие все знают. Такие больные активно избегают контактов с мужчинами в случае подобных тревожных состояний. Сексуальные контакты, если они возникают, происходят, вомрачаются сознанием своей порочности, уверенностью в том, что партнер не женится на такой развратной женщине. В некоторых случаях намечающиеся браки действительно распадаются, так как партнер бывает озадачен необычным поведением женщины, особенно при интимной близости. Нередко нарушаются и межличностные отношения в семьях, до этого бесконфликтных, что объясняется не столько повышением притязательности женщины, сколько наслаивающейся раздражительностью и ухудшением ее общего состояния. Диагностика основывается на анамнезе и объективных данных. Кроме явлений гиперсексуальности, почти всегда имеются симптомы, характерные для гипоталамического синдрома. На эго почти всегда выявляются патологические изменения. На рентгенограммах черепа иногда обнаруживаются признаки повышения внутричерепного давления. В каждом подобном случае необходим снимок турецкого седла, так как гиперсексуальность, вызванная гипоталамическим синдромом или опухолью гипофиза со вторичным вовлечением гипоталамической области по нервному и психическому статусам неразличима. Гиперсексуальность гипоталамического генеза следует дифференцировать от нимфомании, обычно обусловленной эндогенным психическим заболеванием. Нимфомания – гипертрофированное половое влечение навязчивого или сверхценного характера, в основе которого лежит диссонанс между биологическим и психическим компонентом либидо. При нимфомании возбуждение субъективное не сопровождается специфическими изменениями в аскулиризации мышечного тонуса, половых органов. Оргазм достигается с трудом или не наступает вовсе. Однако навязчивый или сверхценный характер полового влечения толкает женщину на частую смену партнёров. В подобных случаях мастурбация, если она есть, бывает перверсно-обсессивной. В тех редких случаях, когда поражение глубоких структур головного мозга сочетается с эндогенным психическим процессом, жалобы на гиперсексуальность становятся нелепыми, часто имеют бредовую окраску. В некоторых случаях окончательную дифференцировку заболевания удается провести лишь после терапии. Циклическое повышение влечения и возбуждение при гипоталамическом синдроме чаще в дни, близкие к менструации, следует отличать от колебаний влечения при циркулярных аффективных расстройствах. При гипоталамическом синдроме повышение влечения болезненное совпадает с ухудшением общего состояния. В циркулярных аффективных расстройствах чаще сопровождается депрессией, а придаёт с маниакальной фазой, как правило, совпадает с маниакальной фазой. Лечение при инфекционном поражении гипоталамуса показаны антибиотики, противоревматические средства. При посттравматических расстройствах и повышении внутричерепного давления весьма эффективна дегидратация, спинномозговая пункция или пневмоэнцефалография. Введение АКТГ даёт эффект при нарушениях терморегуляции, нейротрофических расстройствах. Если поражение глубоких структур вызвано опухолью, то необходимо хирургическое или лучевое лечение. Рентгенотерапия с облучением базальной части мозга и гипоталамогипофизарной области в некоторых случаях применяется и при изолированном неопухолевом гипоталамическом синдроме. Введение препаратов кальция снижает тонус симпатической нервной системы и повышает тонус нервной системы и повышает тонус парасимпатической системы. Витамин В один напротив повышает тонус симпатической нервной системы. Применяют антигистаминные препараты. Димедрол, пипольфен, супрастин и эрготамин. Если кризы гиперсексуальности протекают на фоне гипоталамической эпилепсии, то следует назначать противосудорожные средства, а также транквилизаторы элениум седуксин. При психических расстройствах необходимо применение психотропных препаратов. В случае цикличного повышения сексуального возбуждения хороший эффект иногда дает применение синтетических прогестинов инфикундин-бисикурин и другие назначения монобромистой камфоры при большинстве клинических вариантов синдрома гипоталамической гиперсексуальности малоэффективны. В некоторых случаях симптоматическое улучшение может приносить физиотерапию и рефлексотерапию. Итак, дорогие друзья, еще раз повторюсь, что гиперсексуальность гипоталамическую стоит отличать от, соответственно, эндокринной гиперсексуальности и немфомании, это разные состояния. Но эндокринная гиперсексуальность, когда она возводится в нечто такое критичное, патологическое, все равно будет сопровождаться психологическими акцентуациями, потому что если у женщины, соответственно, психика находится в ракурсе, наоборот, в сторону гипосексуальности, да, и у нее даже будут повышенные андрогенные гормоны, то все равно мы говорим о том, что это не будет достигать какого-то своего максимума, давать какие-то патологические яркие состояния, ну, часть которых вы слышали, да, в книге, то есть это будет просто повышенное такое лебедо, или, соответственно, не будет ей приносить какой-то дискомфорт, а если этот дискомфорт и будет приносить пациентке, то это все достаточно легко корректируется. Здесь же вы услышали, что достаточно сложно все корректируется, и самое главное, у таких пациенток очень часто мы обнаруживаем новообразование в мозге, и именно это и важно, то есть если вы чувствуете подобные состояния, как описаны в книге, то на всякий случай, конечно, в современном мире, здесь нужно сделать поправочку на то, что все-таки учебник староватый в плане исследований, да, мы назначаем и МРТ головного мозга, и МРТ гипотеза. В принципе, этого достаточно, чтобы, по крайней мере, здесь сейчас исключить новообразование в мозге. Также большинство подобных, соответственно, состояний, мы должны понимать, что чем бы мы пациентку не лечили, да, там, допустим, препаратами, хирургией, чем-то еще, так как у нее уже произошел, ну, такое, так скажем, движение в психологических акцентуациях, у всех разное, видите, у тревожниц одно патологическое состояние, там, допустим, у истероидных личностей будет, может быть, другое немножко, ну, об этом можно говорить в других видеороликах, если тема будет вам интересна, пишите в комментариях, но самое главное, что мы должны понять, что зафиксировать, психологическая помощь, постоянный контроль гормонов, ну, они здесь все равно затрагиваются так или иначе, мозг – царь гормонов, да, так вот, чтобы было понятно, поэтому даже если сейчас их удалось нормализовать или мы не выявили на какой-то момент эндокринных изменений, мы все равно должны мониторить эти изменения, вдруг появилось, вдруг мы что-то не нашли, вдруг лаборатория ошиблась, ну, и так далее, и тому подобное. Основная задача наша здесь – это оказать и психологическую помощь, и ни в коем случае, ни в коем случае не исключать медикаментозной помощи для таких пациенток. С другой стороны, сами пациентки, да, в первую очередь основная проблема, что они сами себе ставят диагнозы, сами идут на исследование, потому что у них нашли какую-нибудь, допустим, аденому, гипофиза, они могут увязать это вот именно с этим, там, доброкачественную, допустим, пролоктиному у нее нашли, просто у нее повышенный пролоктин. И это, наоборот, ну, никак не будет связано с ее гиперсексуальностью, может быть, она это себе надумала, может быть, там какие-то другие причины. Она уже ставит диагноз, что-то начинает предпринимать, это не всегда хорошо, то есть нужно, конечно, возвращаться к специалистам с этими состояниями и самостоятельно ничего не лечить, ничего не предпринимать. Особенно сейчас популярно назначение физиоразличного лечения, всякого электронного лечения, ну, там предлагают от, соответственно, электронной стимуляции половых органов до, там, стимуляции мозга. Это редко, ну, такое попадалось, это не всегда показано, то есть, и, как правило, я встречал, ну, как бы не совсем врачей, да, кто этим занимается, да, там, сексологами могут быть не обязательно врачи сейчас, но во многих случаях это вредит. То есть, допустим, у человека новообразования в мозге, мы его, наоборот, не исключили, а ее уже там чем-то как-то стимулируют, стимулируют, что-то ей дают. Поэтому, еще раз повторюсь, кому-то показано, кому-то не показано. Вот эти вот все дела, что делать и как быть, они происходят после сбора анамнеза. Если вы не смотрели мои, ну, видеоролики, вот последний мой прямой эфир, я говорил много об анамнезе. То есть, сначала мы опрашиваем такую пациентку очень подробно. Стараемся, соответственно, все в книге вот эти вот симптомы, которые мы услышали, дифференцировать. Или наоборот, соответственно, мы говорим о том, что, ну, нет никаких симптомов, и мы занимаемся психологией. Или мы занимаемся эндокринологией. Так что, дорогие друзья, тут, как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Спасибо, что подписались на канал. Я очень надеюсь, что подписались. Тема очень широкая. Жду ваших вопросов в комментариях. Я с вами прощаюсь. И да пребудет с вами здоровье. До этого чем лечились? Ой, мы дышали маточкой. Прорабатывали психосоматику. Наполняли сосочки энергией земли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok